Добрый день! Вы смотрите телеканал Самара Гис на часах 13.05 и пришло время универсального формата. С вами Юлия Чернеева. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Если вдруг у вас возникнет желание нам позвонить, что-то спросить, быть может, кому-то обратиться, не стесняйтесь. А обратиться, я думаю, будет кому, потому что сегодня гости собрались, ну просто личности неординарные, очень известные в Самаре. Ну и, конечно, повод для того, чтобы собраться здесь, в студии универсального формата, мне кажется, достаточно достойный. Наступает Рамадан или Рамазан или Ураза. По-разному называют в разных странах этот какой-то вот знаковый момент для многих мусульман. Но, тем не менее, сегодня у нас такой вот разговор о том, как правильно нужно, наверное, держать пост, какие права и обязанности есть у правоверных мусульман и вообще, что такое Рамазан, Рамадан. Ну, в общем, выясняем все подробности. Саламалейкум, дорогие гости. Давайте будем представляться. Здесь рядом со мной сидит Шакуров Ильяс, президент Самарского областного татарского общества «Туган Тел». Верно все произнесла? Правильно. Родная гость. Вы лучше на меня не обижайтесь, если вдруг я что-то неправильно скажу. Я очень волнуюсь. Такие гости. Дальше давайте знакомиться. Рустам Файзулов, заведующий библиотекой исторической мечети города Самар. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть тут у нас личности очень, мне кажется, известные самарским татарам. Расих Хазрат, так сказали, нужно представить, имам мечети булгарской наследии в поселке Зубчининовка. Здравствуйте. И есть еще у нас здесь Гумар Батаршин, председатель Совета культурного исторического фонда «Булгарское наследие». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кто возьмет на себя такую главную ответственность рассказать, поведать нам всем, что же у вас грядет, какой знаковый момент в жизни. Можно я начну? Давайте. Ну, мы должны быть, не то что должны быть, мы очень благодарны в первую очередь главе администрации городского округа Самар Азарова Дмитрия Игоревича, руководитель департамента информации и информационной политики Пименова Сергея Игоревича и руководства телекомпании ГИС, что нам была предоставлена такая возможность присутствовать и участвовать в такой передаче, как универсальный формат, чтобы рассказать о событиях в жизни татар Самарской области и города Самары и о тех планах, которые у нас есть. И, конечно же, мы сочли необходимым именно сегодня, 8 числа, провести такую передачу, потому что завтра у мусульман начинается одно из таких священных действий. Это месяц Рамадан, Ураза, когда мусульмане будут поститься, и мы думаем, что нашим землякам, которые живут с нами в одном городе, в одной области, рядом в соседних дворах, в соседних квартирах, на одном этаже, на одном подъезде, чтобы они знали, чем же мусульмане в этот Рамадан, в этот месяц Уразу озадачены, озабочены, как меняется их жизнь ввиду этого действия. Я думаю, что об этом лучше всего расскажет нам наш священнослужитель, Россий Хазрат, имам мечети булгарского наследия в поселке Запчениновка, городского округа Самара. Ну а вы, тем не менее, друзья, звоните, задавайте вопросы. Может быть, какие-то есть у вас моменты, которые стоит прояснить? Как раз в прямом эфире такие люди, у которых можно спросить, посоветоваться, может быть, какие-то есть тонкости, поста, в конце концов. Так что давайте, не стесняйтесь. Ну что, вам слово. Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракету, уважаемые телезрители. На вопрос телеведущей, что же грядет? Грядет, на самом деле, великий месяц, месяц поста, месяц, в который каждый верующий, правоверный мусульман обязан поститься. И поэтому Аллах Всевышний в Коране говорит, То есть, предписан вам пост так же, как он был предписан тем поколениям, которые были до вас. Может быть, вы будете более богобоязненными. На самом деле, пост – это такой вид поклонения, который действительно сдерживает человека и воспитывает его душу. Потому что многие люди на сегодняшний день не могут отказаться от таких пагубных, скажем, деяний, как алкоголизм, наркомания, курение и так далее. А истинно верующий человек, он на самом деле отказывается от обыкновенной воды, от хлеба, то есть, от всего того, что даже Богом разрешено. И поэтому это есть большое испытание. И каждый год наш муфтият выпускает вот такие вот имсакья, в каждых мечетях их можно взять. То есть, каждый человек, который впервые захочет соблюсти вот этот вот пост, он может подойти, взять вот этот график и посмотреть, то есть, со скольки и до скольки мусульманину нужно соблюдать вот этот пост. А на самом деле нужно воздерживаться всего от трех вещей. Это употребление жидкости, то есть, питья, употребление пищи, воздержаться от половых связей в дневное время. В дневное время, в светлое время. В светлое время, суток, правильно. А в ночное время, то есть, после захода солнца, все это опять-таки разрешается. До определенного времени, которое указано в этой таблице. Ну, скажите, вот ваша мечеть, которая в Зубчининовке находится, кто ее посещает, какие люди? Мечеть у нас посещает в основном разные контингенты, то есть, очень много прихожан, особенно в праздничные и в пятничные дни. Они приходят, в основном, наши татары, приходит много наших товарищей со Средней Азии. Много людей приходит, скажем, которые хотят заново принять ислам. Не заново, а просто принять ислам. То есть, очень много русских парней и девушек принимают ислам. Потому что в мечетях у нас ведется, как бы, книга бракосочетаний. Если туда вот взглянуть, очень много на сегодняшний день мы видим смешанных браков. А брак, он может сочетаться только в том случае, либо она обладатель писания, либо она принимает ислам. Гумар, ну расскажите о деятельности вашего, такого культурно-исторического фонда. Что, чем вы занимаетесь? Буквально в эти выходные мы завершили большой проект по заведению и запуску мечети как раз булгарской наследии. Мы посмотрим обязательно, у нас есть видеоматериал. Получилось все, мероприятие прошло хорошо, я думаю, люди все довольны. Открытие официально произвели мечети. Помимо этого, культурно-исторический фонд, в общем, задача его популяризация истории средних веков. На Средней Волге, в частности, Самарской области тоже. Генеральная линия – это булгарская цивилизация, булгарское государство. До монгольских периодов на Средней Волге очень такая красивая... То есть какие-то факты раскапываются. У нас очень много археологических памятников на территории Самары. В частности, один грандиозный такой значимый объект – это Муромский городок, так называемый. Его пока, к сожалению, название мы, истинное название мы не знаем, он голову разрушили. Но по своим параметрам был очень значимый город в Волжской Булгарии. Он был достаточно крупный. Допустим, для сравнения, в 12-13 веке он был в несколько раз крупнее Парижа, скажем так. То есть есть такие данные, да? Да, есть такие данные. Данных очень много. Много диаспор различных там жил, много вероисповеданий было. В основном были булгары, но там присутствовали много кварталов. Был торговый город такой мощный, с развитой инфраструктурой. Были и пристани, и таможни. В общем, это интересная тема. И вот мы хотим, чтобы музей под открытым небом добиться этого привлечения. Ну, и зелёстка туристическая, да, в том числе. Чтобы туризм развивался на правде истории. У нас есть значимые вещи в Самарской области, которые, я думаю, должны войти и в исторические программы, и в культурные, и в туризм, конечно. Туризм, конечно, потому что это, ну, правда, история, она намного важнее выдуманных каких-то там вещей. Плюс дойти, посмотреть, как-то, может, что-то представить, пофантазировать, что здесь находилось, что здесь было. Может быть, как-то почувствовать себя поближе. Можно, но пока вот не оформлена эта земля, пока нет этого музея натурального, пока желательно его не афишировать, чтобы поменьше там было чёрных копателей. Потому что артефактов очень много, и это легко можно уничтожить. И сейчас это происходит, к сожалению. Но я думаю, сообща, с властями мы поправим эту ситуацию. Помимо этого, вот по этой тематике Волжской Булгарии в 12-м году было открытие как раз на Поповой горе в село Ширяево. Был установлен такой памятный знак, как бы рабочее название его. Волжские рубежи, это южные рубежи Волжской Булгарии. Там есть информационная справка. Там это парящий барс на 6-метровом педестале стоит, двухметровый, выполненный из бронзы. Он в таком хорошем месте на трафике и туристическом пешем. И с воды его видно. Все гости, которые проходят по Самарской области, я имею в виду суда с туристами, конечно, обращают внимание на это. Он красиво смотрится с воды. И волей-неволей задаются вопросы, и Гиду придется отвечать на это. То, что эта вот история у нас такая, в том числе Средней Волги, в том числе и Самарской области, что здесь происходили большие события исторические. Там и бараньи битвы, когда монголы потерпели скрушительное поражение от Булгар. В официальных источниках мы этого не знаем. И многие другие события, которые происходили. Вот, в общем-то, кратко в условиях. А у вас какое-то есть место, где вы находитесь, куда может человек прийти, например, ознакомиться с каким-то, может быть... Ну, сейчас мы, к сожалению, как раз переездом занимаемся. Поэтому я уже вот адрес пока новый не озвучивать не буду. То есть, ну, это на сайте можно будет найти. Хорошо. Ну, а библиотека как-то сотрудничает с вами? Вот хочу спросить. Ну, библиотека, они, в общем-то, конечно, мы туда будем какую-то литературу тоже касающуюся давать. Я думаю, исторические мечети, библиотеки. Но у нас вот при мечети Булгарской наследии есть такие намерения сделать библиотеку вот именно этого направленности. Хоть она будет небольшая. И с мамой мы как бы разговариваем на то, что хотим, чтобы на проповедях какие-то исторические справочки приносить. Вот, допустим, в мае месяце у нас, в 922 году, в мае месяце, пришло грандиозное, большое такое, наверное, событие было. Это посольство с арабского халифата пришло. Более там 5000 было только животных, навьюченных подарками, много людей приехали, послы, переводчики, толмачи, ученые разные-разные, в общем, люди. И чтобы официальная Булгария по ее просьбе приняла ислам. То есть это вот такое событие было историческое. И, по-моему, в октябре месяце, это вот уже официальная дата, что ислам принят ханам. То есть какие-то есть там как-то доказательства, да? Конечно, это есть брошюра, очень такая знаменитая брошюра. Она увидела свет вот в России буквально, может быть, несколько десятилетий назад. Сейчас ее уже все историки, заинтересованные по этой тематике, люди знают. Это путешествие в Оржскую Булгарию Ибн Фатлана. Ибн Фатлан это был писатель при этом посольстве. Фактически выполнял роль посла, можно сказать, очень обознательный, интересный человек был по описаниям. И он четко все описал, всю дорогу, как это все происходило, как народы жили. Вот люди-то, журналисты фактически. Да, журналисты того времени, благодаря им, вот таким людям до нас доходят, вот с Ирана эти рукописи подняли, перевели, напечатали. И вот доходит нас, очень интересно, читаешь просто, вот поражаешься там их ненаблюдательности, как это все было, как климат выглядел, как в то время, как люди. Ну это история, от этого никуда. Как раз из этой книги можно и понять, что как раз вот Оржская Булгария, это было значимое государство, довольно развитое. И поэтому интересно этой темой заниматься, если посмотреть окружающие народы. То есть это страна городов, страна золотого трона, страна знаний. Много университетов было в то время, когда Джорджана Бруна казнили, сожгли на костре. За 200 лет до этого в Оржской Булгарии, в ее городах, а их было более 90, это свободно в школах, детям преподавали, что земля круглая. И это как бы вот обычная, грамотность высокая была, это в средние века, когда вообще грамоту только, может быть, цари там и окружение знали. Оно достигало, что в Оржской Булгарии там более 90%, потому что везде в деревнях было. В медресе начальное образование получали все дети, в общем-то, и был признак дурного тона, не уметь читать и писать. Это в то время, понимаете, вот поэтому, конечно, оно и государство было очень развито. И культура, и торговля, и все науки, и месло очень много. Но сейчас-то все умеют и читать, и писать, поэтому ходят в библиотеку, я вот все к Рустаму обращаюсь. Что у вас там такого есть? Где вы находитесь? Наша библиотека находится в здании Самарской исторической мечети по улице Алексея Толстого, 61. Это бывшая улица Обороны, она же бывшая улица Казанская, как называлась до революции, первые годы после революции. Ну, наша библиотека, вот как связано с фондом Гумара Муланурович, у нас, например, есть несколько экземпляров книги, которые выпустили при посредине части их фонда, написанные местными журналистами, татарами и краеведами, и которые описывают вот это вот краеведение средних веков, когда это было все связано с государством Волжской Булгарии. Кроме того, у нас фонд библиотеки насчитывает около двух тысяч единиц книг. Книги по исламскому богослужению на татарском языке, на арабском языке, очень большой сегмент на русском языке. Кроме того, мы создаем музей, который будет называться «Жизнь самарских мусульман 19-20 веков». Собрано уже очень много экспонатов. То есть люди приносят что-то, да? Люди и приносят, и сами привозим из деревень, в том числе из соседних республик, даже иногда привозим. Есть уникальные совершенные вещи. Привозят даже из Узбекистана, через границу нам везут. Уникальные кувшины, значит, сделанные гончарами из глины, сделанные чеканщиками в средние века. Вот. Весьма уникальные вещи. Ну, хочется сказать про нашу мечеть. Наши мечети исполняют в этом году 123 года. Она была построена в 1891 году на средства симбирского фабриканта Тимирбулата Акчурина. Эта мечеть была построена на месте, которое было выкуплено у крестьянина Павлова в 1890 году. Буквально вот в эти дни, 26 июня, прошло торжественное мероприятие по второй очереди реконструкции Самарской исторической мечети. Будет пристроен минорет, купол. Будет увеличена, иншаллах, общая площадь мечети почти что в два раза. Кроме того, в дальнейшем перспективе намечается сделать детский сад, женское, мусульманское медресе, гостиничный комплекс. Целый квартал у вас получается. Да, целый комплекс, целый квартал, иншаллах. И большой, конечно, уже готовится работа вплотную, спортивно-оздоровительный комплекс. Вот. То есть планов достаточно много. Планов, как говорил Маяковский громадьё. Это самое главное, чтобы нашлись средства и силы на всё это. Да. Как нашлись средства и силы на постройку, в общем-то, замечательной и красивой мечети. Давайте посмотрим, как это было. Наш корреспондент Сергей Кизуркин на месте всё оглядел, осмотрел и сделал неплохой сюжет. Внимание. Мечеть в посёлке Зубчининовка строилась 7 лет. Всем миром. 20 миллионов рублей – помощь спонсоров. 10 выделило государство. Столько же принесли прихожане. Бабушка приехала из Нью-Йорка. Тоже доллары привезла. То есть она тоже переживает и говорит то, что мусатары есть не только здесь, в Зубчининовке, но и в Америке тоже. У них тоже вот эта вот религиозная жизнь своим чередом протекает. Самарские мусульмане предлагали помощь с разных уголков города. Приезжали даже из центра. У меня баба первый камешек это положил в этой мечети. И сын сам оказывал материальную помощь. А здесь сколько мусульман в Зубчининовке. Они же не могут все в город ездить. Мы должны все-таки ездить в мечеть, молиться. Пятничная молитва собирает в местной мечети почти четыре сотни мусульман. Это и местные жители. Пятничный намаз народу очень много. Даже женщины нам уже места не остаётся. Очень много людей. Все приходят. Очень много молодёжи ходит. Зубчининовка находится несколько в отдалении от центра. Там есть уже мечети. Но здесь народ пожелал, чтобы здесь было. И волею Аллаха случилось так, что мечеть... Вот наступил день, когда её открытие сегодня. И мимо проезжающие верующие. Эта мечеть очень актуальна в Зубчининовке. Потому что число мусульман растёт. И ритм жизни, он быстрый. То есть много передвигаемся по городу. Утром в одной точке города, вечером в другой точке города. И приходится так... Получается то, что... Получается так, что... Как бы не совсем удобно поехать в центральную мечеть и помолиться. То есть, если я окажусь здесь, то мне будет удобно приехать сюда и помолиться. Потому что мусульманин должен молиться пять раз в день. Конечно, необходимо, потому что других район далеко. Определённое расстояние очень близко. Не все есть автомобили. Добираться трудно. И чтобы было поближе к людям, которые живут здесь. Могли посещать и нравственно совершенствовать. Открытие Зубчининовской мечети в честь булгарского наследия пришлось наканун мусульманского поста Рамазан. Теперь, уверены верующие, пройти путь очищения грехов будет намного проще. За духовным советом далеко ездить не надо. Ну что, продолжается наш эфир. Мы рассказываем о том, как весело, мне кажется, интересно и очень познавательно. С исторической, в том числе, точки зрения, живут татары в Самарской области. И к нам присоединился, мне кажется, многим тоже человек знакомый. Усман Хаджи, председатель Махаля исторической мечети на улице Алексея Толстого. Здравствуйте. Саня Валикова. Вот мы уже тут начали немножко разговаривать, что у вас планов много, что как-то вот намечается много всего интересного. И есть у нас некоторые фотографии. Давайте посмотрим, а вы, может быть, покомментируете и расскажете, что на них изображено. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание, сейчас на экран появится фото. Рассказывайте, что это такое. Ну, это как раз вот там есть первый планшет, это третий. Второй планшет. Здесь показан детский сад с медресе для девочек, который планируется сзади мечети, значит, разместиться. Вот сделан эскизный проект. То есть это к какому году ожидается уже? Ну, это все, конечно, будет зависеть от финансирования. Сейчас вот на данном этапе мы, как вот Рустам у нас сказал, открылась вторая очередь строительства мечети. И мы сейчас параллельно с областью и параллельно с городом занимаемся отселением, значит, жителей. Потому что, в общем-то... Строительство. Да, для строительства. Вот как раз показан перспективный план застройки улицы вот этой вот Алексея Толстого. С левой стороны мы видим, значит, комплекс, спортивный комплекс, который будет направлен для детей и будет для всего района и близлежащих районов использоваться. То есть здесь будет размещаться федерация по, видим, единоборств по борьбе. Значит, в середине вот мечеть у нас сама находится. И буквально с правой стороны от нас, это находится сзади мечети, вот показан детский сад с медресе. То есть вот это такой весь комплекс. Вот тоже мы можем... Вот, да, вот мечеть, вот если мы смотрим. То есть вот у нас такие планы. Тоже видно, с Волги будет очень хорошо. Да, минарет будет 38 метров, с Волги будет видно этот минарет. Значит, как раз вот эта вот мечеть, она украсит часть старого города вот своим архитектурным решением. Ну, как вот говорили, да, люди в сюжете, что очень удобно, когда в нескольких частях города есть что-то на молитвы там как-то встретиться, чтобы не мчаться, да? Ну да, потому что вот то, что загруженность большая с транспортом, добираться, допустим, из города до Старой Загоры, где у нас Соборная мечеть, это далеко. Пробки, а здесь все-таки вот в старой части города, это одна из старейших мечеть, вот ей 123 года. И вот если мы вместе со всем городом, с областью сможем ее восстановить, это будет большим украшением города тоже, вот эта вот часть, части города. Но мы сегодня говорим все-таки о том, что наступает пост, какие, может быть, есть главные постулаты, какие моменты, о которых должен знать каждый, кто в него входит, и какие, может быть, есть прям, ну, не знаю, пометочки, примечания? С арабского языка слово пост, то есть сиям, обозначает воздержание. То есть основное, то, что требуется от верующего человека, в первую очередь, это воздержание, как мы уже выше говорили, от еды, питья и полового контакта, то есть от интимной близости. И поэтому, если человек, тут обязательно есть три условия, если человек совершеннолетний, если человек в здравом уме, вот, то есть этот человек, и если человек верующий, то для него пост предписан. Но если отсутствует одно из этих трех условий, то есть если человек несовершеннолетний, то есть в такие длинные дни я бы, конечно, не рекомендовал детям, детей очень сильно напрягать. Ну, вот с какого возраста? Возраст, он, понимаете, он каким-то временем не ограничен. То есть у девочек он один, у мальчиков он совсем другой. И для северных регионов он наступает чуть более позже, чем для тех регионов, которые живут в жарких странах. Ну, хотелось бы еще сказать, то есть люди, которые имеют какие-то хронические болезни, чтобы они не, то есть вот этот вот фанатизм ни к чему хорошему не приведет. Женщины беременные. Да, беременные женщины, например, да. То есть они обязательно должны проконсультироваться со своим врачом. Вот, если будет, то есть известно, что человеку от этого будет тяжело, то легче воздержаться и возместить эти пропущенные дни в те дни, когда им будет, например, удобно, или когда у них здоровье восстановится. Вот, если же человек, например, во время, я как раз и во время пятничной проповеди это упомянул, однажды, возвращаясь из одной битвы, один из сахабов, из подвижников пророка Мухаммада получил ранение в голову. Вот, и когда у него было осквернение, то есть осквернение можно удалить двумя путями, то есть это омовение водой, то есть полное облитие себя, то есть водой. И второе очищение, сухое очищение. Вот, и когда друзья ему порекомендовали, то есть сухое очищение для тебя непригодно, возьми же полное омовение холодной водой, в результате чего этот человек умер. Вот, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи и вассалям, этого человека, то есть этих людей очень сильно отругал, и он сказал, вы погубили этого человека, Аллах погубит вас. Поэтому ни в коем случае, то есть сегодня среди прихожан наблюдается такое явление, среди прихожан очень много муфтиев и среди прихожан очень много врачей. То есть если скажешь, одно место болит, они начинают давать тысячу советов. Если у вас нет специального медицинского образования, то не надо больных людей, то есть стыдить и как-то там заставлять. Потому что шариат это такая религия, он не способен не для того, чтобы нас терзать и мучить, он не способен как благодать для человека. И поэтому обязательно надо следить за своим здоровьем, то есть дни у нас очень длинные, ночи очень короткие, и в это время надо обязательно быть подготовленным. Ну вот я хотел спросить, наверное, еще у Ильяса, сколько сейчас вообще татар в области? Есть какая-то цифра? Ну по последней переписи 10-го года татар в Самарской области 127 с половиной где-то тысяч человек. И я думаю, что кто-то говорит на самом деле больше 150, кто-то говорит, может чуть поменьше. Конечно, к сожалению, ввиду того, что мы живем в русском обществе, в русскоязычной среде, не все татары знают родной татарский язык. Это наши проблемы, которые мы будем решать через открытие второй школы. Вот через, мы вот первоначально вели переговоры, что вот пусть эта передача будет первой ласточкой, а потом, возможно, мы будем проводить, участвовать в этой передаче, обвести ее на татарском языке, чтобы наши современники могли услышать именно с родного канала, с городского канала. Не только ТНВ они могли послушать по-татарски, но еще родной городской канал ГИС тоже услышали оттуда родную татарскую речь. Вот этот вариант. Но, конечно, мы занимаемся много просветительской деятельностью. Вот такая книга была написана в свое время, «Прошлое, как вера в будущее». Она вышла, наша ассоциация распечатала ее трехтысячным тиражом, мы ее раздали бесплатно. К 12-летию самарской исторической мечети. Да, любой любопытствующий может почитать историю, которая с самых-самых ранних времен описана здесь историей татарской общины Самары, Самарской области. Потому что, вроде, татарских мест не так много в Самарской области есть, но если начинать копаться, их наберется десятки, сотни мест. Одно из этих мест. Мы уже говорили про историческую мечеть на Алексея Толстого. Еще одна первая самарско-соборная мечеть стояла на Оренбургском спуске. А другая? Она не знакома, она как раз знакома только с специалистами, исследователями, историками. Она находилась на Оренбургском спуске. Теперь этот спуск называется Чкаловский спуск. Это между Дворцом спорта на Молодогвардейской и Домом быта Горизонта. А кто бы мог подумать? Вот. Эта мечеть строили, по-моему, 2-3 года. Она в 13-м году, 7 июля по старому стилю, 20 июля по новому стилю, была торжественно открыта водружением на 31-метровый минарет полумесяца. Кстати, при очень большом скоплении народа, про это писали, вот тогдашние газеты пишут, что было огромное стечение народа. Были и казахи, были и татары, были мусульмане разных националистов. Конечно, татары было больше всего, но были и русские, которые говорили, вот вы строили мечеть, что же в нас не попросили, мы тоже помогли вам деньгами. И тот канат или той веревкой, на которой поднимали вот этот полумесяц на 31-32 метра, ухватили за него и русские, это в газетах русских написано, и тоже водружали этот полумесяц. Поэтому я думаю, что вот эта передача, чем хороша, чем больше мы будем знать культуру друг друга, мы русскую культуру, казахскую культуру, чувашскую культуру, они соответственно татарскую культуру. Чем больше мы будем друг друга знать, тем легче нам будет, наверное, понять друг друга и уважать интересы друг друга, нравы, традиции. И мы специально решили, чтобы эта передача обязательно успела выйти до Уразы, до Рамадана, чтобы наши русские земляки, православные, других верования понимали, чем же озабочены сейчас мусульмане именно в это время. Ну вот я говорила, что это исторически так было бы условно, что все жили, да, как-то рядышком, друг с другом, и не было какого-то такого отделения. Вы знаете, испокон веков и в Санкт-Петербург строили татары, и в Москве, там есть, историки же говорят, много названий улицы, ну, Балчук, Кемпингский и прочее, Большая Татарская, Малая Татарская, очень много улиц и в Питере, и в Москве, они проистекают от того, что эти города строили и жили там татары. В Москве была Татарская Слобода, в Ижевске Татарская Слобода, наша Татарская Слобода в Самаре тоже была в рамках улиц Галактионовской, Вензика, там Пионерской, это был огромный массив, там было Магометанское кладбище, там была школа Мектеп, Медресе тогда называлось, там была выделена уже тогда площадь земля под строительство мечети, но так вот случилось, построенной мечети там не было. И вообще улица Самарская называлась раньше мечетная, а Галактионовская называлась татарская, об этом мало кто знает, поэтому мы хотели бы, конечно, вот передача тоже прозвучала, да. Мы более того, мы вот по заказу нашего Самарско-областного татарского общества Тугантер был изготовлен фильм «Одиннадцать с половиной минут как раз столетия первой Самарской соборной мечети», где вот есть исторические аспекты есть про то, как, что, когда, где было. И мы обращаемся к своим соплеменникам, к своим землякам, вот у кого есть какие-то старые фотографии, старые истории, старые книги, включиться в эту работу в проявидение, потому что на следующий год будет 25 лет нашей вот областной татарской организации старейшей. Значит, в настоящее время ведется большая работа по изданию труда, возможно, даже несколько томов «Татары Самарского края», создан редакционный совет, туда входят ученые и татары, и казахи, и евреи, и русские. Мы сейчас над этой книгой работаем. Конечно, основной автор, председатель редакционного совета Галимов Шамиль Хайдарович, он редактор, главный редактор газеты «Азан». Правда, вот по газете «Азан» сейчас могу сказать, что, к сожалению, «Азан» вот у нас в июне нам озвучили, что вышел последний номер. Но мы очень надеемся, что общими усилиями, общими стараниями, вниманием властей мы все-таки эту газету не потеряем, и она будет продолжать выходить. Потому что о татарской жизни надо рассказывать в татарской газете «Бардамлек», надо рассказывать на татарской и русскоязычных сайтах «Мечети исторической», «Мечети соборной». Значит, есть сайт «Областной автономии», есть сайт «Общество Дуслык и Абахет», есть сайт «Ассоциации одессы татарским предпринимателям», есть сайт «Татарского радио». У нас начал выходить в прошлом декабре хороший большой цветной ежеквартальный журнал «Самарские татары». Поэтому мы всех заинтересованным татарам приглашаем, чтобы они свои чаяния, свои проекты, свои мысли, свою боль, о чем они переживают, о чем они думают, за что они болеют, за что они боятся. Вот действительно, чтобы наши внуки тоже говорили по-татарски, чтобы наши дети говорили по-татарски, чтобы наши дети могли, имели возможность познакомиться с парнем татарином, с девушкой-татаркой, создавать именно татарские семьи, чтобы плодили именно татары, чтобы татары размножались, чтобы татары были здесь, чтобы были долго, чтобы они были в прошлом, они есть сегодня, и чтобы они были завтра. Знали свою историю. А мы обратились, между прочим, к гостям и всем тем, кто пришел на открытие мечети в Зубчагиновке. Единственное вопрос, что вы знаете о празднике, точнее, о посте, о Рамадане, Рамазане, Ураза, как вы его называете, как они относятся и что собираются делать, какие, может быть, есть наставления. Давайте посмотрим. Национальный праздник. Национальный праздник. Национальный праздник, ну, как мы говорим, души очищаем свои пока, в течение месяца. И потом праздник собираемся, да, вот мечеть, разговорение потом, не рассуждаем никого, ничего не обижаем. Я стараюсь самое элементарное, хотя бы не сквернословить. Вот самое элементарное, оно и остальное, конечно, я стараюсь соблюдать аяты. Для меня пост это не только воздержание от еды и пищи, но еще и духовный рост, потому что в это время можно задуматься, на самом деле, о людях, которые нуждаются. Вспомнить о том, что некоторые люди ложатся спать без того, чтобы могли поесть, найти себе какое-то пропитание, пищу. И лишний раз помочь и подумать о том, что можно помочь этим людям, каким образом. Это одна из обязанностей мусульман держать пост. Как бы в нем очень много мудрости. Вот это, во-первых, духовное очищение, совершенство в духовном плане. Также, когда человек постится, чувствует голод, он многое как бы понимает, осознает. Вот. Это как бы и вообще с медицинской точки зрения пост, он очень благотворно влияет на организм человека. Духовное голодание, да, присутствует среди мусульман, но и не только среди мусульман. Среди других, да, из представителей других религий тоже есть духовное голодание. Да, этот есть, потому что, как бы, мало, не мало кто, а немногие там начинают изучать, размышлять над всем этим. То есть, да, среди мусульман тоже есть духовное голодание. Несмотря на то, что они как бы себя называют мусульманами, но под этим вообще ничего не представляют. Месяц Рамазан, это такой месяц, Коран у нас родился в этом месяце, и все желания должны будут избыться, и обязательно пост надо держать. Это, как говорят мусульманам, фаррес, фаррес, обязательно должны этот пост держать. И с утра, с утра до вечера не есть, не пить, и это самое, только молиться, намазы читать. Это такой месяц, священный месяц, мы все стремимся к этому, вот, как бы, очищение, как бы, избавление от всяких грехов. Вот мы дуа, дуа, дуа клабы, да, и нам, как бы, вот этот вот месяц, мы очень ждем ее и проводим в бденях, вот так вот, и наставления очень много получаем в мечети. Это такой месяц, что бы мы хорошее не сделали, все записывается в стократном размере, льготы нам на том месяце, на том, в той жизни, льготы идут. И сколько бы грехов не было, и грехи смываются. Как же начинать с себя, потому что пока не изменишь себя, мир вокруг тебя не изменится. В те годы я постилась, и вот чувствуешь себя, как бы, это, хорошо, облегченно. И какое-то душевное такое спокойствие дает вот это вот. Слава Богу, я смогла. Ну что, друзья, меньше двух минут остается у нас до конца программы. С большим удовольствием предаю слово вот человеку, который сейчас обратится к вам на татарском языке. Давайте приветствовать России Хазрат, имам мечети булгарской наследия в поселке Зубчиненовка. Пожалуйста, камера напротив. Хоруматли туғанлар, милеттершелар, ИНДИ ШИНКУНГЛДЕНСЮЗГЕ АЙТАМ, ЖИТАДРИ ИНДИ БЫЗГЕ ТИЛДЕГЕНА МЮСЛЮМАН БОЛУБ КОЛООО. ЭЙДАГИЗ, БУГНДН БАШЛАП, ИНДИ ТРАВУХЛАРГА КЕЛИК. МЫНО БЗНИНЫН ИМСАКИЯ БЗДА КОСАТККЯН, 22 САГАТТЕ 39 МИНУТТА БЫЗНИН ТРАВУХ НАМАЗЫ БАШЛАНА, Вот, друзья мои, ну а если несколько продублировать на русском, могу я вас, Илья, попросить, что сказал наш священнослужитель? Ну, по-русски, он, если на русский то, что он сказал одним словом, помните, что вы мусульмане, идите в мечеть и держите пост. Ну, а я сам по-татарски хочу сказать, хоромателямилят нашли, татарлы гвызны да, тали бвызны да, сатлаб калу, из-за бвызны кулы бвызда. Башка планета данда, казаннанда келеп, аравиданда келеп бвызны кем-де, татар булута, насырмян булута татмаста, калдармаста. Ну что, друзья, вот так вот быстро закончился наш эфир. Готовьтесь, думайте о светлом, думайте о том, что нужно делать хорошие дела. Думайте о том, что можно и милость им подать, можно и обратиться к тем, кто нуждается в вашей помощи. Ну и постарайтесь все-таки выдержать целый месяц, это не так долго, и 8 августа, если не ошибаюсь, наступит праздник 9-го. 8 августа, вот у нас как раз по имсаке, 8 августа, уроза байрам, утренномаз 4-15. 8 августа, ну все, встретимся и обязательно еще поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова